Форт Бумахир Во второй части мы с вами продолжим прогулку по Мухараку И посетим дом основателя пресса Бахрейна Посетим Сейди Хаус Форт Арат Сердце грязного старого города Вот такая, скажем, туристическая Небольшой центрик, ухоженный Это я попал на дневную молитву Реклама 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Шейх Ибрагим бин Мохаммед Аль-Халифа Центр культуры Хифав Аль-Диар Нухкитха Хаус Лук Хаммитина Сёрч Дом искусств Дом памяти Курард Хаус Там мы зашли Дом кофе Видели? Так, мы ищем Абдулла Аль-Заед Хаус Давайте его искать Абдулла Аль-Заед Хаус Где-то там Я же его ищу Абдулла Аль-Заед Хаус Абдулла Аль-Заед Хаус Абдулла Аль-Заед Хаус Наверное, до конца не дошел Ага, вот он Абдулла Аль-Заед Хаус Абдулла Аль-Заед Хаус Абдулла Аль-Заед Хаус Абдулла Бен-Али Бен-Джебер Аль-Заед Основатель первой ежедневной газеты в Бахрине Также он является основателем литературного клуба в Мухараке Здесь собрано множество артефактов Которые имеют отношение к развитию прессы в стране Это здание восстановлено и открыто к посещению в 2003 году А это перед вами копия первого номера газеты Основанной Аль-Заедом Абдулла Аль-Заед Хаус Ну вот очередная бахраинская достопримечательность В которой с нас не взяли ни копейки Дом Абдуллы Аль-Заеда Вот еще какой-то дом Ну не знаю, открыт он или нет Это похоже какой-то жилой дом Одежда сушится Ладно, сюда мы не пойдем Ну прикольно Чуть не забурлились в частный дом Но посмотрели дворик Надеюсь, от этого никто не пострадал Так, ладно С культурным центром мы закончили Сейчас у нас по плану еще какой-то дом Сейчас я посмотрю в своих талмутах Друзья, ну вот и последняя точка Из намеченных мной к посещению Мухараки Это дом Саяди Тут какая-то галерея Это мы уже не успеваем Потому что мне еще в форт сейчас идти Вот А вот это дом с башенками Как видите, тут тоже идет стройка Благоустройство Напомню, это самый центр старого города И тут вот такая будет современная инсталляция Деревья посадили живые Столбы с колоннами Месяц, через два, через три Здесь будет еще лучше Это что-то типа, скорее всего, мечети Если перед входом стоит стеллаж для обуви То это, скорее всего, мечеть Чтобы люди снимали обувь и ставили ее в ячейки Так, что с нашим домом в Саяди? Саяди-хаус, также известный как Байт Саяди Историческое здание в городе Мухарак Оно является частью большого комплекса зданий Построенных для торговца жемчугом Абдулы, Бин, Исы, Саяди Комплекс включает в себя также мечеть и меджлиз Это здание находится под охраной ЮНЕСКО Так, этот дом для посещения закрыт Там замок на двери Поэтому его пофотографируем И идем в сторону форт Арат Друзья, ну вот в Мухараке мы обошли все, что можно Конечно, тут еще есть какие-то достопримечательности Например, передо мной вывеска Жамшир-хаус Очевидно, туда тоже можно сходить Но у меня просто уже поджимает время И мне сейчас еще нужно идти в форт Арат Это отсюда километров пять, по моему подсчету Идти за каулками, за дворками Поэтому спасибо Мухараку Я посмотрел, довольно интересно, мне понравилось Где совсем другой Бахрейн Нежели тот Бахрейн, в котором живем мы Совершенно другая обстановка Да и даже люди другие абсолютно То есть они более традиционные, что ли, не знаю Женщины ходят с закрытыми лицами Так что, все, идем дальше По дороге мне попался вот такой забавный магазинчик Продавцы птиц Продавцы птиц Продавцы птиц И вот я добрался до форта Арад. Это у меня заняло 4 часа. Это составило примерно 14 километров. Это сегодня последняя точка моего маршрута. И потом я возвращаюсь в отель. Давайте посмотрим, что он из себя представляет. Этот форт состоит из четырех башенок и крепостной стены. И вокруг обнесен рвом. Теоретически это, наверное, был ров с водой. Но это, я так думаю, скорее всего, это так и было. Сначала мы обойдем форт снаружи. А, кстати, внутрь входа и нет. Форт закрыт. Небольшой обломчик. На форте висят замки. Это говорит о том, что дядя Миша, хрен тебе. Хрен тебе. А не посещение. Ну, в общем-то, все понятно. Все понятно. Вечером у этого форта есть подсветка. Возможно, он вечером смотрится интереснее, чем сейчас. Как видите, на стенах вот такие носы. Сейчас там стоят лампы, подсвечивающие стены. Но изначально, насколько я помню, в такие носы на нападающих выливались всякие неприятные вещи, типа горячей смолы и прочего нехолодного оружия. Это традиционная лодка. Такие я видел в музее рыбацкое. Рыбаки на них выходят в море, ловят морепродукты морских различных гадов, рыбу. Вот этот челн похож на предыдущий большой, но его меньший вариант. Ну и вот такой челн. Причем, скорее всего, это не макеты, а это, как говорится, лодки, которые реально натуральные. Которые вышли из употребления уже и стали музейными экспонатами. Скорее всего, вот эта территория с фортом, вот с этими постройками, готовилась как такая, скажем, туристическая достопримечательность. Вот эти построечки, это своего рода, да не своего рода, это рынок. Вот каждая дверь, это лавка. И на каждой лавке написано, что в ней должно продаваться. Где-то написано мороженое, где-то написано текстиль, сладости, арабские оливки. Ну и прочее, все, что может продаваться на рынке. Но поскольку здесь туристов нет, рынок, соответственно, абсолютно мертвый. И не знаю, какие у него вообще перспективы впереди. Единственное, если Бахрен сейчас пытается раскрутить русский туризм, делает ставку на русских. И если это удастся, и русские сюда поедут толпами, то, конечно, это все можно будет оживить. Магнитики тут можно будет продавать тоннами и прочие сувениры. Но сейчас это не такая близкая перспектива, потому что русских ездит немного. Только транзитники, летящие в другие страны. Ну и один чартанный самолет в неделю вылетает из Москвы. Ну, вот, в принципе, и все. Все, что я на сегодня планировал, я выполнил. За исключением форта Мухарак, куда не удалось попасть, так как он находится на территории закрытой базы береговой охраны Бахрейна. Остальное все нормально. Все посмотрел, все, в принципе, понравилось. Я рекомендую. На этом все. Я с вами не прощаюсь. До скорых встреч. Пока. Пока. Пока.